Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная звука. Вчера я показывала, как я подготавливаю тару к посевам, то есть рассказывала, что ее надо помыть, очистить от земляных остатков. Вот она у меня с дырочками, дренажное отверстие, для того, чтобы влага не скапливалась. Следующий этап, так как я обещала показывать все, что я делаю, вот все-все до мельчайших подробностей, для тех, кто в этом году занимается, в первый или второй год, возможно. Дальнейшее, что я буду делать, это просеивать землю. Ой, сейчас покажу, какая она была. Так как грунт... Это можно сделать осенью, это можно сделать сейчас весной, это не важно. Вот у меня грунт был в лотках вот в таком виде, то есть тут и комочки, тут и корешочки, и палочки. Как я его составляла осенью, я вам показывала. Видео я изготовлю грунт собственными руками. Это то есть здесь и земля дерновая, и листовой есть немножко перегной, животный перегной. Все это я смешивала. Составы могут быть разные, всевозможные, я покажу уже. Это не важно. Главное, что если осенью мы это не сделали, то перед тем, как приступать к посевам, нужна предпосевная подготовка почвы. Это не обработка там какими-то, ну, фитоспорином или какими-то средствами. Это именно вот механическая обработка почвы. То есть я довожу ее до однородного состояния. Вот этот лоток с комками, с палочками, я весь прогоняю через сито, большие откидываю комочки, я потом их размочу, размельчу. И получается почва однородная по своей структуре. То есть она без комков, без кусочков. Это вот и называется, что у нас идет механическая очистка. То есть земля остается только грунт. Никаких палок, никаких щепок, никаких камешков нет. Но сейчас зима, все это приходится делать на улице. Лучше бы, конечно, делать это осенью в теплице. Но из-за того, что я заготавливаю осенью семена, мне некогда. Мне приходится делать это все в домашних условиях. Увы, на улице у нас 30 мороза. Даже в теплицу не то, что там работать, выйти невозможно, там холодно. Когда я очищу этот грунт, вот через сито, весь пересею, я его раскладываю ровным слоем. И дальше идет увлажнение. Увлажнить я могу и в ванночке. Ну, чтобы вам было видно, какой чистый, равномерный грунт. Я поэтому высыпала. Я потом его пересыплю. Увлажнить можно в ванночке, увлажнить можно здесь. Просто здесь, вот когда, если он сухой, его увлажнять сложно. В несколько раз надо леечкой. Я в ванночке увлажню, потом переложу. Главное, чтобы вы поняли сам принцип. Он должен быть однородным, без всяких включений. И если вот эти вот комочки, если у вас грунта мало, то можно сделать так. Мы же разделили на фракции. Крупную фракцию можно на дно высыпать. А дальше вот эту мелкую однородную фракцию, именно туда, где семена. Это очень важно, особенно для мелких семян. Вот такие, как вы будете сеять баклажаны. Ну, или любые там семена цветов. Очень важно, чтобы была мелкая фракция. Чтобы не было там вот этих комков включений. Но от этого, от всего, от всех этих мелочей тоже зависит качество нашей рассады. И ваше там, как удобно или неудобно вам будет работать. Сейчас я вот это делаю. Мне нужно сделать всего два лотка. Только для получения раннего урожая. Для посева томатов. Небольшая часть, про которую я вчера говорила. И перцев. Это будут вот те минимальные посевы, которые я буду делать в последней декаде января. Только для получения раннего урожая. Всем, конечно, заниматься этим еще равно. У нас все посевы будут в февраль, март. Но для раннего урожая я делаю это заранее. Вообще, все это лучше сделать заранее. Я сейчас все спокойно это пересеяла. Смочу. И потом уже будет обработка грунта. Именно обработка какими-то или химическими там препаратами, растворами магазинными. Или обработка вот этими биологическими средствами. Фитоспорином или еще чем-то. Я сразу скажу, я все эти способы, методы в том году показывала. Я все это знаю. Я, возможно, покажу. Ну, в просветительских целях. Но сама уже третий год я не использую никакой обработки грунта предпосевного. Потому что я стала пользоваться средством, которое позволяет сразу при посеве сделать полив. В том году я рассказывала про привикур. Пользуюсь привикуром и попробовав один раз, увидев, что это работает, что сразу и грунт обеззараживается, и семена, и протравливаются, обеззараживаются. И никаких дополнительных процедур не надо с землей, с протравкой семян. Я остановилась на этом методе. Я потом вам расскажу поподробнее. Но вот землю я больше не протравливать, не обрабатывать не буду. Я ее смочу. И вот в таком влажном состоянии она у меня немного постоит. Она постоит. Возможно, взойдут сорняки. И перед посевом я всегда вот эти сорняки выдергиваю, чтобы потом рассаде они не мешались. Еще раз взрывлю, еще раз приравняю. И буду делать бороздки. Все. Разложив семена в бороздки, я полью раствором привикура вот эти бороздки. Закрою их. Или так закрою, или так. В том году у меня все способы посадки показаны. Но я еще и нынче буду показывать. И все. Это будут у меня ранние первые посевы. Как вы видите, минимальные затраты труда, если заранее приготовлен грунт. Вот у меня сегодня, вчера уже пришел вопрос, что можно ли брать грунт с грядок. Вообще специалисты не рекомендуют ни в коем случае ни с огорода, ни с грядок, ни с клумб. Опять же по той причине, что можно занести старую болезнь. Но бывает такая ситуация, что негде больше взять, только с огорода. Тогда я вам сейчас посоветую воспользоваться непопулярным методом протравливания грунта, чтобы обезопасить свой грунт от болезней. Это старинный дедовский метод, просто пролив грунта медным купоросом. Сейчас все на него ополчились, все пишут, что медь это вредно, она накапливается. Но дело в том, что одно дело, когда вы польете медным купоросом огород, и там все это останется. А другое дело, когда вы протравите от болезней просто землю в лотке. Здесь ведь у вас не будет ни наливаться вот эти ваши плоды, ничего для еды тут не будет. Это будет просто первый этап для того, чтобы семечко взошло в безопасном грунте. Потом эту землю, если хотите, можете вообще куда-то за территорию убрать, если вы боитесь содержания меди. Но вообще многие еще пользуются медь содержащими, и я принадлежу к их числу и бордосской смесью, и хомом. Так что если у вас, например, было заболевание, недоевых фитоспороз или кладоспориоз, ну хоть что было в огороде, но вас заставляет нужда или уже заставила взять грунт с огорода, с грядки, ну и вы уже знаете, что там скорее всего будут болезни вот эти, на новый сезон вы перенесете, то уж лучше обработать грунт один раз медным купоросом, чем потом все лето обрабатывать весь огород. Раствор делается очень просто, это испокон века, так 1 столовая ложка на ведро воды разводится, и проливаете все лотки с землей. Если вам столько не надо ведро, чайную ложку на 5 литров воды, увлажняете этим раствором землю, неделю постоит, все там. Но то, что патогенные грибы умрут, это уже гарантированно, потому что всегда этим методом пользовались, и в огородах поливали, и вот даже в цветоводстве, линия, лилия загнивает, кучерявость или что, чтобы не выкапывать его, поливают раствором, ну более слабым медного купороса, все грибки умирают. Так что если у вас вот такая существует ситуация экстренная, что знаете, что грунт заражен, но другого негде взять, полейте медным купоросом, это будет грунт точно стерильный от грибков, можете сделать посев, когда будете пикировать в другой грунт, этот можете потом куда-то убрать, если вы уж так не хотите медь получить в своей земле. Но это там такой небольшой минимальный процент меди будет, что он, мне кажется, не скажется ни на огороде, ни на растениях. Все, вот это дальнейший этап, первый этап, заносим, размораживаем, доводим до комнатной температуры грунт, когда он уже согрелся, почему я грею? Ну, во-первых, приятнее работать с теплой землей, чем с холодной. Когда он уже согрелся, я убираю все камешки, пересеваю, убираю в отход все камешки, комочки, щепочки, что там можно принести. Этот грунт увлажняю, я увлажняю простой водой, можно увлажнить фитоспорином, можно увлажнить любым вот таким биопрепаратом, который способствует, ну, профилактика фитофторы. Какой понравится, тем и увлажните. Все, и ждем неделю до посева. Всегда рекомендуется, даже если фитоспорином поливаете, а не медным купоросом, рекомендуется, чтобы неделю земля отстоялась, потому что вот эти вот мигроорганизмы, они должны свою работу провести, если там что-то было плохое, они их уничтожат, земля будет чистая, здоровая, готовая к принятию наших семян. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это вот не простые, ой, не сложные правила, такие простые для новичков. Как мы готовим грунт? Если у вас грунт покупной, вам еще проще. Вы вот так разровняли, высыпали и все. Но я уже много лет работаю со своим грунтом, то есть это природная, вот дерновая земля, привезенная черная земля, чернозем. Покупной, вот сегодня опять читала комментарий, девушка написала, что с покупным грунтом занесла белокрылку. 22 года у нее был сад, не было такой заразы, а теперь беда, и не знает, что с этим делать. И вот грунт ей пришлось взять опять с огорода, боится, что там белокрылка. Но я вот честно скажу, про белокрылку я не знаю. У меня никогда ее не было. Я думала, что у меня ее нет, потому что я живу в Сибири, но оказывается и в Сибири есть белокрылка. Собственного опыта нет. Повторять чужие советы чревато. Один раз повторила, оказалось, что он не очень хороший. И не проверив на себе, говорить ничего не буду. Белокрылки не было. Бороться как с ней ни разу не боролась, не знаю. Так что ничем не могу вам помочь. Знаю, как обеззаразить от грибковых. А как белокрылки убивать, я не знаю. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Готовим грунт для ранних посевов. Еще раз говорю, не торопитесь. У кого нет в планах получить раннюю продукцию, у кого нет теплиц, делать это еще рано. Будем это делать в феврале, я делаю заранее. И чтобы вы посмотрели, и потому что я всегда это делаю для ранних посевов, для минимального количества.